Знакомьтесь Саша Саша Простите Гайдаевская троица Рус, балбес и бывалый Что осталось за кадром любимых комедий В середине октября 1957 года Члены худсовета студии Мосфильм Прибывали в отличном расположении духа Они только что посмотрели первый фильм Начинающего режиссера Леонида Гайдая Жених с того света И теперь с удовольствием обсуждали Что еще ничего смешнее В советском кино не видели В последующей его жизни оказалось Что внутри в нем прятался При этом высоком худом Достаточно мрачноватого вида человеке Прятался фантастический комедиограф Человек который Наверное величайший комедиограф Нашей страны Гайдай Он сочинял все равно Кинематограф свой Свой В нем Казалось бы не было иногда лирики Но были потрясающие гэги Были потрясающие характеры И вы посмотрите Какая мощная инъекция сатиры По какому вопросу плачете Тетя Поль Какой-никакой А все-таки человек Помер Кто же у вас помер Как кто Вы Вы померли Всего несколько дней спустя Триумф Леонида Гайдая Сменился опалой Увидев фильм В Министерстве культуры Приняли решение Вырезать из картины Все что порочит Честный облик советских чиновников А режиссера Гайдая Уволить И до комедий Больше не допускать Я помню Читал рецензии Еще мальчишкой В газетах Советский экран Когда Фильмы Гайдая ругали Писали что Это мелкотемия Что шутки неудачные Что Ну это не совсем Сказать Комедии Такие Которые мы Сказать Привыкли Но То есть Много было Таких Не очень приятных слов Единственным Кто продолжал верить в Гайдая Оказался директор киностудии Мосфильм Иван Пырьев Он знал Что спасти репутацию Молодого режиссера Мог бы фильм На правильную тему И убедил Леонида Гайдая Снять героическое кино Вообще Пырьев Он же был Очень здоровый человек Мне кстати Удалось попасть Первый раз На Мосфильм В 16 лет Ехала телега Около Мосфильма Прыгнуть в эту телегу На этой телеге Заехать на Мосфильм И оказаться В 8 павильоне Режиссером был Пырьев И неожиданно Оказался на площадке И Пырьев С палкой Бил Какого-то Ассистента По реквизиту Кричал Орал И говорит Вы тут что Я смылся Он с палкой стоял В ярости Выпустив фильм Трижды воскресший Гайдай Как и обещал Пырьев Вернулся в профессию Однако режиссер Был подавлен Он мечтал снимать Совсем не такое кино Леонид Иович Решил оставить карьеру Ушел из студии Мосфильм И уехал в родной Иркутск Он и представить не мог Что всего через полгода Это перевернет его жизнь Именно здесь В Сибири Леонид Гайдай Найдет героев Которые станут Пожалуй Самыми популярными Персонажами В истории советского кино А его самого Сделают королем комедии Пора На работу Троица появилась на свет Заменитая троица Вицын Никулин Маргунов Винимор Троица Которая помогла Советской комедии Советской комедии В данном случае Помогла состояться Тому же самому Гайдаю Отсюда пошло все И удивительный успех Этой троицы Которую потом уже Он сам Гайдай Не сильно хотел Дальше На моем все время Она у него еще Присутствовала Несколько раз Почему Гайдай Всего через 7 лет Прекратил снимать Знаменитую троицу Что мешало Евгению Маргунову Получать Новые роли в кино Как Георгий Вицын Пытался спрятаться От славы И почему Юрий Никулин Отказался От роли балбеса На самом пике популярности Летом 1960 года Советские киностудии Получили распоряжение От Министерства культуры Стране не хватает комедий Нужно срочно развивать Этот жанр Директор Мосфильма Иван Пырьев Тут же связался С Леонидом Гайдаем И предложил вернуться К комедийному кино Только с одним условием Режиссер должен Как можно скорее Подготовить сценарий И представить его студии Пока Министерство Не передумало И Гайдай не подвел Подходящую историю Он нашел На чердаке Своего иркутского дома Нашел В правде Фильетон Про браконьеров Двух Никол Гаврила вел Шли в поход Враги природы Когда Пес Барбос Взорвал их динамитом Там даже трусы Над полянкой летали Это было неимоверное Пошлятины Перепечатали Журналы Перец Буквально за несколько дней Исключительно По комплекции Гаврила должен быть Корпулентный Большой Николы Такие худенькие И послушные Лучшим трусом По мнению Леонида Гайдай